Как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда хотите отправиться в захватывающее путешествие, но ваши близкие не разделяют ваши стремления, а друзья просто заняты? Одному ехать не то что накладно, но и опасно. Рекомендую вам телеграм-чат «Поиск попутчиков походы по России». Здесь вы можете найти человека, с которым отправитесь во все уголки страны, а также найдете новые места для себя, о которых не слышали раньше. Ссылки вы можете найти в описании под видео. В Республике Алтай насчитывается около 486 мостов. И так как республика имеет больше горную местность, большинство из них проходят через бурные горные реки. Какие-то из них прочные, асфальтированные, с несколькими полосами для движения, а некоторые вовсе висячие, по которым может пройти человек. Но наша сегодняшняя история пойдет об одном конкретном мосте через одну из самых известных горных рек, не то что республики, но даже России. Арактойский мост через реку Катунь. В основном туристы привыкли считать своей конечной точкой маршрута село Чемал, останавливаясь там на Чемальской ГЭС и пощекотать нервишки, проходя по мосту острова Патмос. Но если проехать по той же дороге немножко дальше, на 40 километров, то для вас откроется совершенно другой вид на горы и Катунь. Дорога в основном хорошая асфальт, но есть несколько участков, где придется ехать по щебенке. Причем есть довольно узкие места, где проехать может только одна машина и обзор ограничен. Так что советую вам здесь не гнать и внимательно смотреть в оба. Сам мост был построен в 1997 году, после того, как старый деревянный мост снесло половодьям, и местным жителям приходилось переправляться через реку при помощи люльки, прицепленной к натянутым канатам. Мост связывает населенные пункты Арактой и Этиган. Но не это является главным достижением, ведь дело в том, что так получилось, что этот мост построен на самом узком и самом глубоком месте реки Катунь. Да, представляете, глубина тут составляет аж 70 метров, но данные на самом деле отличаются друг от друга. Кто-то утверждает, что она аж 80 метров, но кто-то заявляет скромные 42 метра. А есть и показатели замеров эхолотом, и там всего лишь 29 метров. Так или иначе, здесь очень глубоко. Также существует интересная теория двойного дна Катунь, что есть несколько участков, глубина которых может составлять до сотни метров. Своего рода разломы в Чемальском и Майминском районе. И вода туда просачивается, создавая эффект трубы. Тем самым можно объяснить невероятное озеро Ая, которое находится на горе аж в 40 метрах выше реки Катунь, и не имеет естественного оттока и притока воды. Но его уровень не меняется в течение года. Ровно столько воды приходит, столько же и уходит. Но это всего лишь теория, так или иначе, здесь очень глубоко. А вот то, что это узкое место, можно легко проверить даже невооруженным взглядом. Под мостом расположены пороги Тильдекпень. Все из-за вулканической трещины, которая правда глубока, и вода завихряется в этом месте достаточно сильно. Поэтому водники считают эти пороги не самым простым испытанием, и без опытного инструктора самостоятельные сплавы здесь не рекомендуются. Лучше всего это место посещать в начале осени, когда вода более спокойная и имеет бирюзовый цвет, чтобы по-настоящему насладиться невероятными красотами Алтая. Я же был здесь в начале лета, когда таяние ледников только начинает набирать обороты, поэтому вы можете увидеть, насколько сильное тут течение. Помимо самого моста, тут также можно посмотреть на пещеру без названия и петроглифы. Что интересно, никаких табличек я не увидел, когда ехал мимо, а понял, что тут что-то интересное только по количеству людей, которые там лазили. Так что здесь есть на что посмотреть, особенно если вы никуда не уезжали дальше Чимала. На этом у меня все. Подписывайтесь также на мой дзен-канал, там выходят ролики, которые не попадают на ютюб. Ну и так будет спокойнее, когда есть возможность оставаться с вами дальше. Всем спасибо за просмотр, путешествуйте и узнавайте новое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова